Всем привет! Это Эли Ди и сегодня мы поговорим с вами о том, как научить вашу собаку ждать на месте в то время, когда все кушают за столом. Согласитесь, это довольно-таки распространенная проблема, очень многие с этим сталкивались, когда все садятся за стол, собака начинает виться вокруг стола, возможно даже подъедать какие-то крошки, которые обязательно будут падать на пол. Вполне возможно, что собака будет и мешать вам в принципе обедать, мешать общаться с гостями. К тому же не секрет, что если за столом сидят дети, иногда они под столом подкармливают собаку и многие хозяева даже сами этого не знают. На мой взгляд, все должно быть совершенно по-другому. Вы сидите за столом, вы кушаете, вы общаетесь, возможно с гостями или просто с членами вашей семьи, а собака при этом должна обязательно сидеть на своем месте. Пускай лежанка собаки в принципе будет находиться на таком месте, где собака могла бы за вами наблюдать, просто отдыхая на своем лежаке, наблюдать за всем происходящим. Вот я сейчас сижу за столом, сделала себе чай. У меня здесь то, что Джина один раз унюхала и прекрасно знает, насколько это может быть прекрасно, вкусно и чудесно, это бутерброд с колбаской. И сейчас я буду делать вид, что я его ем, а затем оставайтесь со мной и вы увидите, что будет дальше. Первое, что вам нужно для того, чтобы отучить собаку клянчить, просить со стола и мешать вам всячески, приучите вашу собаку к команде места. Вы обязательно должны это сделать первонаперво. Как это сделать? Очень просто. Во-первых, у вашей собаки должно быть это место как таковое. Лежаночка, коврик, домик, что угодно, что любите вы, что нравится вашей собаке, не важно. У нас вот, например, лежаночка, на которой сейчас лежит Джина. Это одна из ее таких любимых тоже лежаночек. Эта лежанка находится, в общем-то, в столовой, где сейчас за столом и сижу я. Мы даем собаке команду места и подманивая вкусняшкой желанной, подправляете собаку медленно-медленно на диванчик, даете сигнал и выручаете вкусняшку. Вот таким образом вы должны тренировать команду места. Ну и соблюдать такие простые правила, как не ругать собаку, когда она на месте. Давайте собаке понять всячески, что ее лежанка это ее личное пространство. Пусть она там отдыхает, спит. Не тревожьте ее, если собака спит на лежанке. Короче, ваша задача сделать так, чтобы собака любила команду места, а также любила свое местечко. Я еще раз сакцентирую внимание на этом, собака действительно должна любить свою лежаночку, добейтесь этого, и тогда у вас все получится гораздо проще и быстрее. Как только ваша собака выучила команду места, можно приступать и к тренировке ее не попрошайничать. Давайте собаке команду места, когда вы садитесь за стол. Первое время вам придется вооружиться вкусняшками и подкармливать собаку, когда она какое-то время сидит на местечке, на своем лежаке. Когда вы кушаете за столом, и собака сидит на своем лежаке, достаточный какой-то промежуток времени, но начните с небольшого, там, минута, полминуты, две, три, вы даете сигнал, берете вкусняшку, подходите к собаке и вручаете ее. Если собака выбежала за пределы, не даете вкусняшку, добиваетесь, чтобы собака села на местечко, и тогда отдаете. Оставайтесь со мной, и вы увидите, что я сейчас сделаю. Итак, у меня есть хваленый бутерброд. Это маленькая провокация для Джины. Ах, как аппетитно! Вот на этом бутерброде есть вот такой вот маленький кусочек свербела, да! И вот он сейчас случайным образом упадет на пол. Но я должна всячески сделать вид, что я ем, потому что Джина может запалить меня. Вкусненько! Обратите внимание на собаку. Она уже заметила, что я ем. Но она наблюдает за этим со стороны. Сейчас я буду мять этот кусочек. Вот упал сейчас этот кусочек. Надеюсь, вы слышали. У меня делал вид, что я продолжаю есть. Ну что? Собака не подбежала к столу. Даже когда ваша собака, в принципе, уже не подбирает под столом, и не тревожит вас во время приема пищи, все равно периодически, после того, как вы встали из-за стола, и закончили прием пищи, давайте собаке сигналы, выручайте вкусняшку. Периодически подкрепляйте уже полученные знания, и тогда в будущем у вас проблем никаких не будет. И еще несколько советов. Никогда не давайте вашей собаке ничего со стола. Во-первых, это опасно для собаки. Собака должна питаться только тем, что она должна есть. Ни в коем случае не человеческой едой. А во-вторых, когда вы сидите за столом, и ваша собака хорошо ждет на своем лежаке, на своем месте, и когда вы даете сигнал, не давайте собаке ничего со стола в качестве поощрения, в качестве вкусняшки. Встаньте, подойдите в то место, где у вас лежат вкусняшки, возьмите и дайте собаке. Если уж ваша собака вовсе неуправляемая, и тяжело вам дается это все, конечно, в крайнем случае, можно прибегнуть к приему с цепочкой. О этом приеме я рассказывала в своем видео, как учить собаку подбирать с пола. В общем-то, здесь фактически то же самое. Еще раз напоминаю, что данный прием я рекомендую использовать, только в крайнем случае, когда у вас действительно, вы перепробовали все методы, то, как я вам говорю, у вас уже просто, вы потратили очень много времени и поняли, что это не ваши дрессировки, тренировки не дают никаких результатов, тогда попробуйте воспользоваться методом цепочки. Ну, а сейчас я похвалю Джину за то, что она ждала того момента, когда я покушаю на своем месте. А с вами я прощаюсь, до новых встреч, встретимся с вами в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр, жмите пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok